Пульс у вас 66-65, это в пределах норма. Нормальный пульс от 60 до 80 ударов, но есть небольшая ритмия сердца. За 14 лет работы на селе Валентина Спиранская впервые находится в таких условиях. Есть кондиционер, горячая и холодная вода, совершенно новые приборы для измерения давления и пульса. По словам женщины, в комфорте намного легче принимать пациентов. Мы как можем помогаем на месте, даем консультацию, насколько это возможно, в таких условиях возможности, здесь неплохие. И анализ крови можно сделать срочный, отправить его, чтобы пациент не ездил туда, не сдавал обследование КГ, консультацию широкую, да и как врач общей практики. В селе Новая Ивановка проходит специалистов прямо на главной улице, в мобильный медицинский комплекс очередь. Но это лучше, чем ехать в районную больницу за 40 километров, говорит Валентина Журавлева. Женщине нужно пройти сразу нескольких врачей и сдать анализ крови. И нам очень хорошо сюда, чтобы прийти, в Калининск не ехать, все-таки мы все работаем, пенсионеры. А это вот сюда пришел, по этажам не ходить, ничего, пришел, все сделали и очень удобно, хорошо. В передвижном медицинском комплексе можно сдать анализы, попасть к терапевту и акушеру-гинекологу. Семь грузовых фургонов поступили в регион в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Стоимость одной такой машины с оборудованием порядка 8 миллионов рублей. В Калининском районе больше 60 населенных пунктов. Врачи уже составили график выездов, начнут с самых отдаленных сел. Вместе с новой машиной в населенные пункты отправится и передвижной флюорографический кабинет. Мы можем и флюорографию сразу провести, и бригада врачей в таком комфортабельном диагностическом комплексе осматривает наших пациентов. Допустим, в селах с населением стоя меньше жителей, там у нас просто домовые хозяйства. И когда туда приедет такой автомобиль с врачебной бригадой, то есть для людей, я думаю, это будет очень приятно, очень комфортно. По словам специалистов, благодаря таким диагностическим комплексам увеличилось число обследований. Только за прошлый год прошли диагностику больше 100 тысяч жителей. Оснащать автопарк современными машинами продолжат. В рамках нацпроекта в регионе работают уже больше 30 таких комплексов. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24.